11 августа, день здорового сердца. Это главный орган человеческого организма, который начинает биться через месяц после зачатия и не останавливается до самой смерти. Однако на протяжении жизни часть людей сталкивается с заболезнями сердца, которые занимают в мире первое место по смертности. Сегодня большинство таких заболеваний успешно лечатся. Дела сердечные поправляют и в Тверской областной клинической больнице. Кардиохирургическое отделение работает в медучреждении уже 10 лет. А врачи уже спасли сотни жизней. 74-летний житель Вышнего Волочка Николай Антохин оказался на операционном столе практически сразу после того, как прошел обследование у своего врача. Проблемы с сердцем у него давно, а в августе ситуация усугубилась. Поэтому доктор и направил пациента в областную больницу, где тот был прооперирован врачами кардиохирургического отделения. Я давно страдаю от дышки, потому что инфаркт у него был в 2009 году. Как операцию перенесли? Хорошо. Как чувствуете себя? Нормально. Ну, есть облегчение. Я не могу сказать, что нормально. Ситуацию, рассказывает доктор, усложняли и сопутствующие заболевания. Но врачи сумели найти подход к данному случаю. Сделали операцию коронарного шунтирования. Сделали коронарографию. Там тяжелое многососудистое поражение сосудов. Начали операцию без искусственных кровообращений на работающем сердце. Тотальный кальцинок всех артерий. Скрыли одну из артерий. А там это рестлеротическая вляшка на все сердце. Такие операции, хоть и сложные, но, как говорят доктора, нередки и уже отработаны. За 10 лет существования кардиохирургическое отделение областной больницы вышло на высокий уровень оказания профильной помощи. Кстати, первые операции там провел легенда российской медицины Лео Бакерия. Сегодня уже тверские врачи-кардиохирурги освоили множество новых методик, новое оборудование. Операции, проводимые здесь, относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Рассказывает заведующий отделением кардиохирургии Алексей Анохин. Отделение оперирует с использованием аппарата искусственного кровообращения. Так и на работающем сердце. Это если говорить об еще низкой болезни сердца. Мы достаточно успешно внедрили операции по аппаратизированию клапанов сердца. Успешно оперируем опухоли сердца. И плюс отделение занимается сложными нарушениями ритма. То есть имплантируем электрокардиостимуляторы. В целом в Тверской области такой вид помощи пациентам с болезнями сердца оказывают в областной больнице. Врачи постоянно проходят обучение, повышают квалификацию. В отделении работает пять гирургов и один доктор проделал. В прошлом году мы взяли молодого специалиста, который проходил обучение на базе нашего отделения. Показал себя достаточно квалифицированным и знающим. Поэтому он остался у нас работать. В год через тверских специалистов проходит большой поток пациентов. Около трех тысяч человек с самыми разными сердечными диагнозами. Самая частая проблема, с которой обращаются, это ишемическая болезнь сердца, при которой есть поражение сосудов. Часто пациенты поступают уже с инфарктами. Зачастую обращаются и за терапевтической помощью. У нас два кардиологических отделения. Одно отделение большое, сприт, где принимается острый коронарный синдром. То есть это все инфаркты, нарушения ритма. И больные отделения, где оказывается помощь уже такая плановая для больных с сердечной достаточностью. И два кардиохирургических отделения. Одно чисто специализируется на операциях на сердце. На сегодняшний день болезни сердца – первая причина смертности в мире. Поэтому, уверены врачи, необходимо сразу же пройти обследование, как только начинают появляться первые звоночки о сбоях в работе самого главного органа. Тогда есть шансы обойтись без тяжелых процедур и продлить себе жизнь. Причем, напоминают медики, бдить за сердцем нужно с молоду. Ведь многие болезни сердца молодеют.